Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня мы поговорим о порядке начисления и уплаты имущественных налогов. Для этого к нам в студию пришла Алла Кондакова, начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы Паризанской области. Здравствуйте, Алла Александровна. Здравствуйте! Алла Александровна, расскажите, когда в этом году придут уведомления налогоплательщикам и когда, соответственно, должны будут выплатить налоги граждане? Ну, я хочу отметить, что в этом году налоговыми органами Рязанской области, впрочем, как и в прошлом году, проведена большая работа по формированию налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов, а именно земельного налога, транспортного налога и налога на имущество физических лиц. Значит, эта работа завершилась с формированием 696 тысяч вот таких налоговых уведомлений, которые получат налогоплательщики в июле-августе этого года. Но я хочу отметить, что традиционно формированием занимаются налоговые органы, печать осуществляется федеральным казенным учреждением филиала ФНС России в Нижнем Новгороде ФКУ Налогсервис, и рассылка, соответственно, осуществляется силами Почты России. Поэтому налогоплательщики, получив конверт с налоговым уведомлением, не должны удивляться, что там будет оттиск с городом Нижний Новгород. То есть это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Теперь, когда надо оплатить? Соответственно, у нас в соответствии с законодательством налоговые органы обязаны направить налогоплательщику уведомления и платежные документы на уплату налога не позднее 30 дней до срока наступления платежа. У нас в этом году, напомню, единый срок уплаты всех имущественных налогов – это 1 октября. Ну, в любом случае, уже в июле-августе рязанцы получат уведомления. Рекомендую не откладывать на потом процедуру оплаты. Лучше уж действительно оплатить и спокойно ехать в отпуск, заниматься своими делами, зная, что все свои обязательства перед государством уже выполнены. Поэтому времени, в общем-то, осталось не так много. А кто вообще начисляет сумму налога? Налогоплательщик или налоговый орган? Я сразу хочу сказать, что это обязанность налоговых органов. То есть, в соответствии с налоговым кодексом, именно налоговые органы исчисляют сумму имущественных платежей, формируют, и, соответственно, налогоплательщику остается только получить документ и осуществить его оплату. Вот, собственно, такая простая обязанность у наших владельцев имущества. Какие вообще сведения может почерпнуть гражданин из налогового уведомления? Ну, я хочу, во-первых, отметить, что в этом году у нас изменена форма налогового уведомления. В конце прошлого года утверждена новая форма приказом Федеральной налоговой службы. И в этом году рязанцы уже получат именно, так сказать, обновленные варианты налогового уведомления. Ну, принципиальных, я считаю, для налогоплательщика изменений не так много. Так же, как и в прошлом году, что увидит налогоплательщик, посмотрев налоговое уведомление? Это налоговый период, за который уплата осуществляется налога, налоговая база. Значит, если это земельный участок, это кадастровая стоимость земельного участка. Если это квартира, то в этом году это инвентаризационная стоимость квартиры, имущества. Если это транспортные средства, то, соответственно, это количество лошадиных сил, которые имеет транспортное средство. Кроме того, увидит ставку налога, которая применяется в данном случае, увидит долю в праве, увидит информацию о налоговых льготах, если таковые имеются. Но здесь я хочу обратить внимание, если налогоплательщик полностью освобождается от уплаты налога, то уведомления он по этому налогу не получит. Если же он освобождается частично, то тогда в графе суммы налоговых льгот, он как раз и увидит ту сумму налога, которую он не уплачивает. И, кроме того, естественно, если есть переплата и задолженность, то плательщик также увидит это уведомление. Поэтому я рекомендую ризанцам все-таки внимательно изучить этот документ. И, как правило, ряд вопросов, которые возникают сначала, при внимательном прочтении налогового уведомления, просто снимаются. А что делать, если гражданин налогоплательщик не согласен с теми сведениями, которые он увидел в налоговом уведомлении? Ну, такая ситуация тоже возможна. В этом случае необходимо оперативно сообщить в налоговую инспекцию по месту формирования налогового уведомления, что есть какие-то несогласия с теми объектами налогообложения или с характеристиками объектов налогообложения, которые содержатся в налоговом уведомлении. Я хочу здесь напомнить, что налог на имущество физических лиц за квартиры, дома, строения и так далее, да, и земельный налог, они уплачиваются по месту нахождения имущества, а вот транспортный налог по месту жительства автовладельца. Поэтому и обращаться, соответственно, нужно в тот налоговый орган, который формировал уведомление, да, то есть либо по месту жительства, если не согласны с какими-то сведениями по транспортному налогу и с уведомлением, соответственно, да, вот, либо по месту нахождения квартиры, дома, дачи или земельного участка. То есть самое главное – это обратиться в налоговую инспекцию. Но сделать это можно, в принципе, несколькими способами. Бесконтактно через сайт налог.ру есть возможность обратиться, не выходя из дома, да, пожалуйста, выбирайте сервис «Обратиться в ФНС», соответствующую налоговую инспекцию, и, в общем-то, формируйте обращение, которое приравнивается к обращению, направленному на бумажном носителе. Можно лично посетить инспекцию, если есть такая возможность. Можно направить по старинке, в общем-то, письмо, и в письменном виде изложить тоже, вот, так сказать, суть своих вопросов. Вот, и замечаний по информации, содержащейся в налоговом уведомлении. То есть, в общем-то, здесь различные варианты есть у рязанцев. Вы сказали о льготах для налогоплательщиков. Как вообще налогоплательщик может узнать о том, что он относится к льготной категории? Очень хороший вопрос, потому что действительно очень много звонков у нас раздается и по справочным телефонам, и налоговых инспекций управления. Значит, ну, самый, скажем так, оперативный вариант – это, опять же, воспользоваться нашим сайтом. На сайте налог.ру есть очень интересный сервис, который я рекомендую рязанцам. Это справочная информация по имущественным налогам и льготам. Значит, что касается этого сервиса, то там собрана информация, начиная с 2009 года, обо всех ставках, применяющихся на территории, как нашего субъекта, так и другого субъекта, можно тоже посмотреть. Там все полностью категории льготников перечислены. Там есть возможность посмотреть, какой документ необходимо предоставить. То есть вот такой сервис, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам будет в помощь нашим рязанцам. Ну, кроме того, опять же, традиционно можно узнать в налоговой инспекции. Тут тоже проблем никаких нет. Проконсультируют, ответят на все возникающие вопросы. А вот такой вопрос возник. Где помимо почтового отделения можно получить уведомления? Вопрос актуальный. Я хочу сказать, что сейчас действительно все-таки наш основной тренд – это бесконтактное взаимодействие. И Федеральная налоговая служба делает, я считаю, очень много для поддержания вот этого направления взаимодействия с налогоплательщиками. Те, кто не имеет возможности ходить по инспекциям, по налоговым инспекциям, кто не имеет вообще возможности даже, так сказать, отследить свои вот эти налоговые обязательства, всем им я рекомендую воспользоваться личным кабинетом. Вот в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц – это наш сервис, также расположенный на сайте, доступный на сайте налог.ру. Есть возможность буквально двумя кликами сформировать платежный документ, налоговое уведомление, то есть полный комплект документов, который направляется по почте. Причем я хочу сказать, что в личном кабинете налогоплательщик увидит и уведомление, и платежный документ значительно раньше, чем он получит его по почте. То есть это очень удобно. А может быть еще какие-то изменения произошли, например, в порядке начисления имущественных налогов или выплаты их? Да, действительно стоит обратить внимание, наверное, наших телезрителей на то, что в этом году, во-первых, мы уплачиваем налоги на имущество за 2014 год, и ряд изменений как федерального законодательства, так и регионального законодательства, конечно же, оказывает влияние на те суммы налогов, которые увидит налогоплательщик в уведомлении. Ну, в первую очередь, какие изменения, на какие изменения хотелось бы обратить внимание? Мы уплачиваем в этом году по новым ставкам. У нас проиндексированы, увеличены ставки по транспортному налогу в связи с изменениями в законах о налоговых льготах по Рязанской области. О транспортном налоге, прошу прощения. У нас в этом году изменения по льготникам происходят, опять же, по транспортному налогу. Хочу обратить внимание, что вот за 2014 год у нас две льготные категории, которые традиционно не уплачивали транспортный налог, это пенсионеры и инвалиды всех категорий, в этом году они не уплачивают за имущество только в том случае, если у них автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. То есть те налогоплательщики, которые были льготниками, но при этом у них автомобили свыше, имеют мощность свыше 150 лошадиных сил, они в этом году уже уплачивают сумму транспортного налога в полном объеме. Поэтому вот об этом тоже хотелось бы сказать сегодня. Ну и по земельному налогу тоже есть ряд изменений. В частности, вступили в силу результаты новой кадастровой оценки земель населенных пунктов. Вот, соответственно, тоже сумма налога к уплате может у отдельных категорий налогоплательщиков измениться. При этом, обращая внимание, что у нас единый срок уплаты, да, и мы должны всех налогоплательщиков ориентировать на 1 октября с вами, да, то есть 1 октября срок уплаты. Вот по транспортному налогу еще, наверное, можно было бы отметить интересный такой факт. Впервые у нас физические лица в этом году будут уплачивать транспортный налог за автомобили средней стоимостью свыше 3 миллионов рублей с учетом повышающего коэффициента. Так называемый налог на роскошь, о котором много говорили. Вот в этом году это реализовано уже, и физические лица действительно будут уплачивать с учетом повышающих коэффициентов. Ну вот... Справедливость восторжествовала. Да, ну, наверное, да. Все-таки вот основная задача-то здесь была действительно более справедливым сделать взимание транспортного налога. Ну, и я так думаю, что, наверное, не безинтересно будет нашим зрителям узнать, что по Рязанской области у нас за 2014 год было 742 таких автомобиля. То есть вот 742 автовладельца в этом году уже получат сумму налога транспортного с учетом повышающего коэффициента. Ну, я думаю, после нашего сегодняшнего разговора у телезрителей не останется вопросов в отношении уплаты и начисления имущественных налогов. С вами была программа подробностей и ее ведущая Марина Комиссарова. До встречи!